На днях команда «Активные люди-3» из города Майкопа совершила рабочий визит в Натербовское сельское поселение, где проживают не менее активные жители. Инструкторы провели урок скандинавской ходьбы для прекрасной половины населения села. Они научили их не только держать палки правильно, но и контролировать свое дыхание, поддерживать правильную частоту шагов и угол наклона. Все эти детали оказывают значительное влияние на результаты тренировки. Также инструктор по пилатесу провела обучающую тренировку с использованием эластичных лент. Она рассказала о том, как эти ленты положительно влияют на суставы во время тренировки и в целом на организм. В рамках проекта «Активные люди-3» мы сегодня вам привезли вот такие палочки для скандинавской ходьбы. Привезли тренера Ирину Залиткову, пройдите, пожалуйста, в свою очередь, которая сегодня вас научит в скандинавской ходьбе. Также мы привезли в подарок вот такие эластичные ленты. Галина сегодня расскажет, как ими пользоваться и что они делают для суставов. Это невероятные подарки. Вы даже себе не представляете, какую пользу они несут. Я всегда говорю, знаете, всегда можно искать какие-то отговорки и говорить у меня с того, нету или того. Но согласитесь, невероятный тренажер прямо в сумочке может быть всегда. И сегодня мы, конечно, с вами это все попробуем, потому что мир не стоит на месте. И действительно, человеку должно быть удобно. А самое главное, как я всегда говорю, здоровье-то после 40, где? Как раз в спорте. Потому что суставы питаются только в движении. И не в однообразных движениях полоть тяпкой или мыть полы. А там, где мы равномерно работаем от позвоночника к нашему телу по отношению. И аптечка, самое главное, это спорт. 70% здоровья именно физической нагрузки для людей после 60 лет. В рамках проекта гости вручили 10 комплектов палок для скандинавской ходьбы и 10 резиновых лент местным жителям. Данная встреча была организована при содействии председателя Кашхабского района Союза женщины Республики Адыгея Зарея Магурижева и руководителя сельского дома культуры Силана Тырбова Зинаиды Олейниковой. Следует отметить, что этот проект реализуется автономной некоммерческой организацией Центр содействия развитию физической культуры и спорта при поддержке Фонда президентских грантов Республики Адыгея.